Обычные пятилистники, а смотрятся они очень нежно, очень красиво, особенно если собирать их вот в такую композицию. Я беру гель Holiday Pink, это очень классный материал, особенно если делать переходы. Очень часто его используют для светящихся кончиков, чтобы хрустальные ногти были. Здесь в этот гель я добавляю капельку магнитного гель-лака 03. Он темно-темно-розового цвета, такой сложный цвет, не нежно-розовенький, не какой-то голубенький, а именно такой вот темно-розовый, который очень часто, кстати, любят клиенты. И очень хорошо он здесь будет гармонировать с камуфляжем номер 29. Беру верхнюю форму, растягиваю в диагональ, подсушиваю, немножко растушевываю, подсушиваю и беру камуфляж. Теперь наношу полностью на весь ноготочек и можете отпечатать на ноготь. Но здесь мы попробуем сделать с вами тип. Все-таки типсы вот в таком формате, через верхнюю форму, если вы их приклеиваете в рамочку, конечно, очень выигрышно смотрится. А еще на Патафикс их можно примерить на клиента. Типсы мы подпилили. Берем импасту, белый рафинад. И я делаю такие две кучки. Для тени беру импасту гранатовый сок. Обязательно какую-то темную импасту. Можно коричневую взять, можно вот гранатовый сок. Чуть-чуть беру гель-лака магнитного и добавляю его в белую импасту, чтобы немножко притянить, чтобы не совсем ярко белый был цвет, потому что фон у меня не светлый. И сильно белый цветок будет смотреться не очень красиво, слишком ярко. Тонко-тонко, вот обращаю ваше внимание, очень тонко. Я покрываю половину типса по диагонали магнитным гель-лаком и буду делать блик. Я люблю, чтобы магнит был на сам-сам краешке, чтобы кончик переливался. Очень красиво это смотрится. Но мы здесь сушим с вами гель-лак и делаем расстановку лепесточков. Они могут быть одинарные, может быть два мазка в одном лепестке. Но самое главное, что они не встречаются с соседями по бокам и не сливаются друг к другу в середине. Но все по схеме. В принципе, ничего сложного, просто нужно отработать схему, чтобы видеть. Если, например, нет времени, не обязательно ставить два яруса лепестков. Можно просто импасты проставить сразу ярче. Видите, здесь я немножко полупрозрачно рисую, не сильно заморачиваюсь, чтобы у меня лепесток был красивый. А если делать без такого вот фона, без подмалевка, то да, нужно тогда рисовать уже в чистую и яркую. Сушу первый слой краски. Беру краску для тени. Я этот же гель-лак добавляю теперь в гранатовый сок. Видите, везде добавила и в белый цвет, и в темный цвет, и даже в блестки. Я расставляю тень и потихонечку ее растушевываю. Этот вариант дизайна может быть у вас выполнен абсолютно в любом цвете. Может быть как голубым, нежно-розовым в стиле Барби. Может нежно-лавандовый быть оттенок. Просто тогда используйте 06-ю кошку, которая у нас идет такая нейтральная, которая не перекроет цвет камуфляжа. А в качестве блесток для фона у нас есть Holiday White. Это гель полупрозрачный, он получается белый, и он вообще подойдет к любому оттенку. Мы и оставили из этого набора Holiday только два геля, White и Pink. Потому что это самые популярные оттенки, ну розовые ногти, это вообще must-have. И White, то что у нас идет на прозрачной основе, можно вообще колеровать и делать абсолютно любого цвета. Вы уже видели, как я добавляла пигменты, как я добавляла базы неоновые, чтобы сделать оттенок цветным. Перекрываю топом свой типс, и на просушенный топ уже выставляю мазочки. Даже если у вас что-то не получилось, самое главное выдвинуть мазок, чтобы край был ровный. И если вдруг краски много, сухой кисточкой потихонечку убрали или подтянули, что вам не нравится. Второй ряд лепестков тоже мы выставляем так, чтобы они не встречались с предыдущими, с боковыми, и в центре они не сливались друг с другом. Обратите на это внимание. Ну и хочется, конечно, чтобы первый ряд тоже был виден, тогда цветочек смотрится попушистее. Не нужно забывать про тень, ее тоже полностью закрывать нельзя. Нужно тень в серединочке обязательно оставить. Без тени не будет глубины. Без тени цветочки будут смотреться очень-очень простенько. И видите, сейчас очень классная техника, что тенью мы можем сверху все подправить. Даже вот я беру сухую кисточку, если что-то у меня вдруг лишнее, что-то мне не нравится, берете и сухой чистой кистью обязательно подправляете. Просто кисть нужно правильно хранить, кистью нужно правильно пользоваться. Кисть нельзя обезжиривать. Кисть нужно промывать. Синтетические кисти нужно промывать в топе без липкости, не в базе, потому что база имеет очень сильную сцепку адгезию. Она очень быстро застывает, засыхает, делает ворс клейким. Поэтому базы, которые сейчас мы используем, не используются для промывки кистей. Теперь, если все устраивает, мы подсушиваем и добавляем еще тень. Тем самым, если вдруг где-то мы белым цветом зашли, не проконтролировали себя, то здесь можно все это почистить. Также делаем переход, градиент, чтобы лепесточек на одну треть у нас все-таки уходил в тень. Такие же пятилистники мы можем нарисовать в технике веточка сакуры. Тогда мы рисуем веточку и добавляем только уже пятилистники чуть-чуть помельче. Но принцип абсолютно такой же. Просушили тень и в серединочку я капаю гель-лак платину розовый. У нас есть такой гель-лак в наборе. Конечно, эта коллекция очень быстро у нас разошлась. Обязательно ее повторим, только в чуть меньшем объеме. И, конечно, один типс мы не рисуем. Всегда рисуем пару ему, чтобы все это смотрелось богаче, дороже. Один в поле не воин. Конечно, это дизайн не для всех. Это дизайн для тех мастеров, которые не хотят выгорать, хотят выделяться и хотят развиваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!